молодой человек можно мне 150 грамм беленькой и закусочки к сожалению водка закончилась могу вам предложить коктейль из пыли и разрухи и салат из грязи и битого стекла ну ладно несите что уж есть как вы поняли сегодня мы с вами находимся в заброшенное кафе заброшенном ресторане и тут давно не подают никаких блюд и напитков и это не просто кафе на самом деле это легендарное место для ижевска это ресторан кораблик который находится непосредственно на набережной ижевского пруда много поколений тут отдыхала гуляла праздновали разные события мы сейчас находимся в випке и это действительно настоящий кораблик который был списан в наверно в 90-е года и поставлен здесь на постамент и при преобразован в кафе надо на данный момент это земля и само сооружение выставлено торги и ее судьба решается в прямом времени но я думаю что само здание она уже не имеет никакой ценности скорее всего даже если кто-то его купят то это пойдет либо под снос либо металлолом но пока этого не произошло давайте прогуляемся и посмотрим что же тут осталось может у кого-то будут ностальгические нотки либо воспоминания то обязательно пишите в комментариях делитесь своими впечатлениями и очень очень хочется услышать ваше мнение о том что вы думаете об этом заведении о том когда она работала и его дальнейшей судьбе и и и и и и и и и то есть если обратите внимание вот он корпус корабля он так и остался все еще вот это гипко в которой мы только сами сидели там уже просто достроили вот это все а так это есть и был корабль я понимаю это был не официальный вход потому что тут у нас находится гардероб вот висели раньше курточки чем можно короче найти смотрите номерки фирменные с подписью кораблик тут был гардероб два туалета для посетителей мужской и женский один из залов я так понимаю зала тут было разделение два зала вот это блин на подобных кораблях вы все еще можете плавать по набережной по экватории ижевского пруда барная стойка помещение за меня за спиной помещения где сидели посетители давайте зайдем в бар в технические помещения в кампус нет как сказать в трюм правильно сказать в трюм корабля тут располагалась кухня которая работала кстати на два зала прикольно действительно ощущается что все это корабль вот рукомойненький так где этот проход интересное какое-то помещение опять то есть вот мы сейчас оказываемся во втором зале второй зал был более просторный он был для танцпола для танцев даже шестые то есть небольшая барная стойка и помещение для танцев прикольный вентилятор интересное помещение причем это часть здания пристроенного с круглым таким окном и по ходу дела тут находилась бухгалтерия и вся черная бухгалтерия проходила проходила через вот это помещение о смотри какой-то скрытый ящик нифига себе я думал из мрамора сделан еще кстати хотел сказать огромное спасибо Александру Борчу который очень несколько месяцев держал меня в курсе событий что тут происходит и давал мне актуальную информацию то можно не всегда еще попасть за что ему огромный лайк и большое спасибо 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 поставьте палец вверх подпишитесь на канал если еще этого не сделали пока пока